Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Казанский федеральный университет посетил директор IT-компании ICL. Состоялся форум, приуроченный к 40-летию победы Исламской революции в Иране. В КФУ прошла спартакиада вузов по фитнес-аэробике. Генеральный директор IT-компании ICL посетил Казанский федеральный университет. Ему представили проект, позволяющий реализовать технологии в образовании. Все подробности встречи смотри в сюжете нашего корреспондента Артема Тупичкина. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров встретился с делегацией компании ICL во главе с генеральным директором Виктором Дичковым. В мероприятии принял участие проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат Сафиулин. В рамках встречи делегации был представлен проект создания образовательного технопарка Казанского федерального университета Education Technology. Новая структура предоставит возможность пройти обучение по применению инновационных технологий в образовательном процессе и сформирует инфраструктуру поддержки стартапов в сфере образовательных технологий. В технопарке будет проходить исследование и внедрение в практику новых технических средств обучения. Производители вышли с такой инициативой, что давайте мы будем все, что мы новое производим, привозить к вам, обкатывать у вас, да, а вы будете делать нам замечания, методические пособия писать и так далее. То есть для нас это тоже выгодно, поскольку они будут дальше продавать, ну или масштабировать. Образовательный технопарк начнет свою работу в здании Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюс. Форум, приуроченный к 40-летию победы исламской революции в Иране, прошел в Казанском Федеральном Университете. Участие в форуме приняли консул Генерального консульства Исламской Республики Иран в Казани, профессор Тегеранского университета, студенты и преподаватели КФУ. Подробности далее. В актовом зале Института международных отношений Казанского Федерального Университета прошел форум, приуроченный к 40-летию победы исламской революции в Иране. Тема форума была обозначена как место и роль женщины в Иране. По словам доцента Института международных отношений КФУ, отношение к женщинам в Иране по сравнению с другими мусульманскими странами очень почетное. Реально женщины руководят мужчинами. Женщины освобождены от физического труда, но они заняты во всех интеллектуальных сферах. Это медицина, банковское дело, преподавание, инженеринг. Если просто немножко пожить и посмотреть, то реально ситуация такая, что женщины довольно-таки неплохо живут. Ну а так, конечно, везде в руководящих позициях мужчины, то есть в основном, конечно, доминирующая роль в обществе его мужчины. Важным гостем на форуме стал консул Генерального консульства Исламской республики Иран в Казани Маликодин Шафагат. Он выступил с докладом о положении Ирана в современном мире, о российско-иранских отношениях. Весь мир с интересом следит за тем, как развивается Иран, как сейчас там обстоят события после революции 1979 года. В современном мире принято имидж Ирана немножко в негативном плане выставлять, то есть Иран немножко побаиваются. В целом Иран развивается очень динамично. Мы видим его успехи. Выделяется среди своих соседей. Вот вокруг смотреть, кто его соседей. Это Афганистан, который весь разрушен войной. Ирак тоже покореженный войной. А Иран это процветающая страна. В рамках форума также состоялся показ иранского кинофильма на персидском языке. Я думаю, этот фильм покажет о реальном развитии Ирана. Немножечко в современном мире принято имидж Ирана немножко в негативном плане выставлять. То есть Иран немножко побаиваются. Ну, я думаю, этот призванный фильм как раз будет показать Иран изнутри, как его видят сами иранцы. Участие в форуме приняли студенты из Ирана, которые обучаются в КФУ, студенты, которые изучают персидский язык, а также преподаватели КФУ. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. С целью защиты языкового и культурного многообразия народов мира на 30-й Генеральной конференции ЮНЕСКО было принято решение с 21 февраля 2000 года отмечать Международный день родного языка. Этому событию посвящена новая выставка в Музее истории КФУ. 25 февраля состоялось открытие новой выставки в Музее истории КФУ, подготовленной научной библиотекой имени Лобачевского. Выставка посвящена Международному дню родного языка. Основу выставки составили рукописные и печатные словари и грамматики разных языковых семей. Несколько подряд будет Дни родного языка. Сейчас идет такая декада большая, посвященная Международному дню родного языка. Поэтому мы решили поставить материалы, касающиеся грамматик, азбук, изучения различных восточных и европейских языков. В Казанском университете сохраняется традиция преподавания и изучения языков разных стран и культур. Поэтому на выставке была представлена максимальная палитра языков, изучаемых в ВУЗе на протяжении более чем 200 лет. Несколько групп, индоевропейская, тибетокитайская, алтайская группы, представлены семьями отдельными. Индоевропейский язык представлен одновременно и санскритским языком, и при этом языком Европы, европейских народов, и славянской группы, конечно же, и романо-германской группы, и семитохамидской, которая тоже относится к индоевропейским языкам. Многие из них, как, например, финский язык, впервые исследовался именно в нашем университете. Профессором Андерсеном составлялись первые грамматики именно у нас. Стоит отметить, что многие восточные языки стали впервые вводиться в научный оборот казанскими лингвистами, которые создавали первые грамматики китайского, монгольского, финно-угорских и других народов. Валерия Муратова, Ленарда Влетьяров, Универньюс. 22 февраля в IT-лицеи Казанского федерального университета прошли веселые старты в честь Дня защитника Отечества. Ученики вместе с своими отцами и преподавателями проходили различные испытания. О том, что интересного было на спортивных соревнованиях, расскажем подробнее в нашем следующем сюжете. В рамках празднования Дня защитника Отечества 22 февраля в спортивном зале IT-лицея Казанского федерального университета состоялся праздник под названием «Армейский быт». Мероприятие включало в себя интеллектуальные кулинарные конкурсы, а также спортивную эстафету. В соревнованиях приняли участие лицеисты, их родители и педагоги. Я участвую первый раз, хотя работаю третий год уже, мне очень нравится, все на высшем уровне. Мы пока идем первые и, надеюсь, сейчас мы дожмем и займем первое место. Много новых каких-то конкурсов, которые придумывают учителя. Мероприятие проходит в такой атмосфере. Я участвую здесь с папой, папа поддерживает меня, поэтому много получается. Бежать быстрее, бросать точнее. Прыгать дальше помогали любителям спорта сплоченной группы поддержки. С их помощью команды еще с большим рвением хотели завоевать победу. Главной целью таких мероприятий директор IT-лицея Тимир Була Цамирханов считает... Дружба между людьми, чтобы они друг с другом общались. И дети и родители, чтобы между собой присоревновались. Но это интересно, в любое соревнование это интересно, особенно между разными категориями, участвующими в образовательном процессе. На минувших выходных состоялись уже традиционные соревнования по фитнес-аэробике. Среди студентов зачет спартакиады высших учебных заведений Республики Татарстан. О том, как это было, смотри далее. В соревнованиях приняли участие 8 вузов в двух группах – большой и малой. Большую группу представляли Казанский федеральный университет, ПГФКСИД, КГМУ, КНИТУ, КГУ, МАЛУ, КЮУ, КАЗГИК, Казанский кооперативный институт. В общем-то, работа налажена. И мы гостеприимно принимаем тоже ежегодно команды вузов в стенах нашего университета. Команда нашего университета занимает всегда первые места. Мы уже на протяжении многих лет, наши девчонки стали призерами чемпионата мира по запрошлому году. Поэтому, в общем-то, мы задаем такой определенный задел в этом виде спорта. На соревнованиях было представлено 5 дисциплин. Степ-аэробика, аэробика, аэробика – 5 человек. Хип-хоп в малой и большой группах. Казанский федеральный университет был представлен почти во всех из них. В данном мероприятии именно наш коллектив принимает в первый раз участие как отдельный состав, не студенческий, потому что у нас был отбор именно в Artworks Crew. И сегодня, можно сказать, наш дебют в таком соревновании, фестивале. Но у нас все впереди, и мы надеемся на лучшее. Камиль Гемоздинов, Универ Ньюз. На этом у меня все. Не забывай смотреть на социальных сетях и не пропускай свежие выпуски Универ Ньюз. Еще увидимся. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok